А вот так выглядит дом изнутри. Эти кадры оперативного видео не могут оставить равнодушными. Скромные условия главного инспектора Ставропольского края беспощадно били золотом по глазам правоохранителей, посетивших замок в рамках уголовного дела. В гостиной винтовая белоснежная мраморная лестница, перила с винтажными узорами, даже выключатели золотые. А липоватая золотистая лепнина на стенах. На потолке фрески и картины с изображением ангелов. Белоснежные массивные двери с золотистыми узорами. Это, судя по всему, комната отдыха. Не исключено, что еще утром главный автоинспектор Ставрополя выседал на одном из этих помпезных стульев и пил кофе за золотым столом. А в этой комнате, вероятно, хозяин золотого дома принимал гостей. Панорамный вид, окна в пол, белоснежные шторы со сборкой, больше похожие на занавес в сельском доме культуры. Мягкие диваны и кресла с золотыми ножками. Вероятно, после напряженного трудового дня Алексей Сафонов любил разжечь огонь в золотистом камине. Отдельного внимания заслуживает ванная комната. Стиль, похожий на торжественный ампир. В центре большая ванна. Сразу несколько старинных зеркал в золотистой огранке. Интересно, что пытался в них рассмотреть стражпорядка. Многоуровневый потолок с изящными фресками, массивная люстра и главное украшение – золотой унитаз и золотой биде. Брат задержанного офицера в телефонном разговоре с журналистами предположил, что дом главному госавтоинспектору могли подкинуть.